Эта медитация разработана и озвучена Еленой Вальяк. Эта программа предназначена для обучения техники осознанных сновидений. Вместе с моим голосом на заднем плане вы будете слышать звук, имитирующий альфа-ритм, поэтому эту медитацию рекомендуется прослушивать в наушниках. Для наилучшего результата необходимо прослушивать эту программу ежедневно в течение 30 дней. Когда ты будешь прослушивать эту программу, ты можешь обнаружить, что иногда мои слова могут становиться какими-то неразборчивыми, сплетаться друг с другом. Это так и должно быть. И тебе не нужно вслушиваться в мои слова. Просто позволь своему уму блуждать, странствовать и отплывать все глубже и глубже в расслабление. Если ты заснешь или тебе покажется, что ты заснешь, ты можешь знать, что все мои позитивные установки будут усваиваться твоим подсознанием, которое не спит и все слышит. В любой момент по своему желанию или в случае необходимости ты можешь проснуться из состояния транса. Открыть глаза и полностью вернуться в состояние бодрствования. Эта программа сработает, и если ты войдешь в глубокое состояние транса, и если будешь просто пассивно слушать мои слова, и тебе покажется, что ничего особенного не происходит, потому что для того, чтобы получать пользу от этой медитации, не обязательно очень глубоко погружаться в транс. Вполне подойдет и легкий транс, приятное расслабление, но очень важно, чтобы это был именно приятный и комфортный транс. А теперь я попрошу тебя лечь в постель и занять удобное положение. Проследи, чтобы руки и ноги не были скрещены, и начни глубоко дышать, вдыхая столько воздуха, сколько способны вместить легкие. Делай максимально глубокий вдох, позволяя воздуху сначала заполнять нижние отделы легких, затем средние, а после этого и самые верхние отделы легких. После этого делай глубокий, полный выдох. Позволяйте воздуху полностью выходить из легких. Сначала из верхних отделов легких, а потом из самых нижних отделов. Да, направь все свое внимание на процесс дыхания. Ощущая, как с каждым вдохом, каждая клеточка твоего тела наполняется энергией, а с каждым выдохом вся негативная энергия, которая могла накопиться в теле, покидает его. Очень хорошо. Представь яркий белый свет, который льется с неба и окутывает тело со всех сторон, как кокон. Продолжая дышать глубоко и ритмично, ощущая, как этот белый свет, свет жизни, свет энергии Вселенной, приносит покой и комфорт всему телу. Да, тебе не нужно ничего делать специально. Просто в какой-то момент ты вдруг почувствуешь, как тело начинает расслабляться. Да, тело становится мягким и тяжелым. Интересно, захочется ли тебе закрыть глаза, или они уже закрыты? И какое это приятное и комфортное чувство, когда можно полностью расслабиться и ни о чем не думать. Продолжая ритмично и глубоко дышать, обрати внимание на то, как тепло и расслабление растекаются по всему телу. Теперь подумай о макушке своей головы. Многие люди не осознают, что напряжение часто начинается с мышц головы. Поэтому я попрошу тебя направить свое внимание на макушку головы и кожу головы. Теперь представляй, как все эти напряжения уходят. И позволь этой области головы полностью расслабиться. Теперь все мышцы лица просто позволим стать мягкими и расслабиться. Лоб, глаза, веки, щеки, губы, мышцы челюсти. Какое-то приятное ощущение, когда лицо полностью расслабляется. И ты можешь просто почувствовать, как кожа лица разглаживается. И все мышцы становятся мягкими. Возможно, твой рот немного приоткрывается. И все, что происходит с тобой сейчас, это хорошо. Просто позволь этому происходить. Зубы разжимаются. Язык расслабляется. И чем больше расслабляется тело, тем больше расслабляется разум. И чем больше расслабляется разум, тем больше расслабляется тело. Хорошо. Сейчас подумай о мышцах шеи и плеч. Верхней части рук. Как и они расслабляются. И как это расслабление переходит дальше. И все напряжения уходят. По мере того, как ты думаешь о своих локтях, запястьях, ладонях и тыльной стороне рук. И дальше. Вплоть до самых кончиков пальцев рук. И еще дальше. Через все тело кончиком пальцев ног. Просто позволяй всем этим мышцам расслабляться. Становиться очень тяжелыми и мягкими. Отмечая, что ты дышишь даже еще более спокойно. Еще более медленно. По мере того, как расслабление нарастает все больше и больше. И ты уже можешь позволить всем напряжениям в области груди просто вытекать из тела. По мере того, как ты переносишь свое внимание ниже. На мышцы живота. Позволяя и этим мышцам тоже расслабиться. Полностью расслабиться. Хорошо. Перенеси все свое внимание на свою спину. Позволяя расслабляться и удлиняться всем мышцам спины. И дальше. Расслабляя мышцы поясницы и ягодиц. Отмечая, как расслабляются мышцы бедер. По мере того, как ты переносишь внимание дальше на свои колени. И отмечая, возможно, какие-то необычные ощущения в области колен. Перемещая внимание ниже на икры и щиколотки. Отмечая тепло и расслабление этих частей тела. Просто позволяя этим частям тела расслабиться. По мере того, как ты думаешь о своих стопах. Позволяя всем оставшимся напряжением просто вытекать из тела через пальцы ног. Хорошо. Чтобы погрузиться в еще более глубокий и приятный транс. Направь все свое внимание на пальцы ног. Позволь себе погрузиться в еще более глубокий и приятный транс. Чтобы погрузиться в еще более глубокий и приятный транс. Позволь себе погрузиться в еще более глубокий и приятный транс. Ты можешь удивиться, но сейчас ты, вероятно, уже можешь почувствовать себя так, словно твои стопы не принадлежат твоему телу. Это очень интересное ощущение, когда стопы ног не принадлежат твоему телу. Ощущения в стопах ног, голенях, икрах, коленях и бедрах. Ощущения в животе, груди, спине, плечах и руках. Такие, как будто они не принадлежат твоему телу. Да, очень хорошо. Теперь ты находишься в еще более глубоком и приятном трансе. Таком, который нужен тебе именно сейчас. Хорошее физическое расслабление. С каждым разом ты будешь все быстрее и лучше погружаться в хороший, комфортный транс, который дарит полное физическое расслабление. И подсознание может слушать и слышать. В то время как сознание может находиться где угодно. И где бы ни находилось сейчас твое сознание, где-то рядом есть удобное, комфортное кресло, в которое можно сесть, чтобы расслабиться даже еще больше. Возможно, тебя удивит, когда я скажу, что можно закрыть глаза за уже закрытыми глазами. И как только ты это сделаешь, ты сразу же почувствуешь, как погружаешься в десять раз глубже, открывая свое подсознание для всех тех позитивных внушений этого сеанса, которые принесут пользу всей твоей личности в целом и каждой ее грани в отдельности. И ты можешь просто пропускать мимо себя все то, что тебе не подходит. Да, очень хорошо. Это приятное и расслабленное состояние поможет тебе научиться осознанным сновидениям и понять, как именно ты сможешь применять технику осознанных сновидений для своей пользы. Возможно, ты хочешь делать это для расширения сознания. Или, может быть, для преодоления трудностей. Или для решения творческих задач. Может быть, для исцеления тела или разума. Или для репетиции важных событий. Или просто для исполнения желаний. Для удовольствия. Из любопытства. Или как-то еще. А как ты думаешь, где происходит сновидение? Маленькие дети думают, что их сны происходят в их спальне. Взрослые люди знают, что их сны происходят только в их голове. Сон — это плод твоего разума, как сознательного, так и бессознательного. Чтобы научиться осознанным снам, нужно уметь хорошо запоминать свои сны. Если кто-то не может вспомнить ни одного своего сна, сколько осознанных сновидений он вспомнит, если они составляют 1% от общего количества сновидений. И я не знаю, каким образом ты станешь запоминать свои сновидения. Может быть, начнешь вести журнал сновидений, записывая туда все свои сны сразу же после пробуждения. И с удивлением обнаруживая, насколько это интересно. А может быть, как-то еще. Но это и не важно. Потому что твое подсознание знает ответ на этот вопрос. И оно помогает тебе сделать правильный выбор сейчас. В то время как сознание может отвлекаться и блуждать где угодно. И, может быть, твое сознание неожиданно для тебя сейчас читает в древней книге мудрецов следующие слова. Все вокруг состоит из субстанции сновидения. Интересно, что это может означать? В течение дня ты можешь начать задавать себе вопрос. Сплю я или нет? Реально ли то, что окружает меня? Или это сон? Каждый раз, задавая себе этот вопрос, ты приобретаешь умственную гибкость, которая облегчает достижение осознанности во сне. Может быть, ты задаешь себе этот вопрос 10 раз в день. А может быть, 12 раз. В любой ситуации, которая напоминает тебе сон. И в постели перед тем, как заснуть. В Тибете мудрецы с давних пор практикуют осознанное сновидение. Для этого перед сном, находясь в приятном дремотном состоянии, полезно представлять прекрасный нежный цветок лотоса, распускающийся в горле. Светло-розовые лепестки этого прекрасного цветка слегка загнуты внутрь, а его центр освещен красно-оранжевым пламенем, светлым по краям и темным внутри. Сейчас смотри на этот цветок очень мягко, направляя внимание на верхушку пламени. Удерживай цветок в воображении столько, сколько сможешь. Наблюдай, как мерцает пламя и как кружатся, словно в танце, желтые и красные оттенки огня. Удерживай в своем сознании нежный цветок лотоса и пламя. По мере того, как ты углубляешься в это очень приятное и комфортное состояние расслабления, ты можешь заметить сверкающий ореол вокруг пламени в центре цветка. И если ты обнаруживаешь, что твое внимание отвлекается от пламени, просто направь его снова на это пламя в центре цветка. И пока ты направляешь все свое внимание на это пламя, мой голос будет считать от десяти до одного. И каждый счет будет помогать тебе почувствовать себя еще в десять раз более комфортно и расслабленно, чем ты чувствуешь себя сейчас. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Да, очень хорошо. Полное расслабление. Состояние хорошего транса. Именно той глубины, которая нужна тебе сейчас. И ноль. Твое тело находится в состоянии глубокого расслабления. Твое сознание и подсознание погрузились в хороший, комфортный транс. И ты можешь продолжать расслабляться все глубже и глубже, погружаясь во все более глубокий и комфортный транс. И в то же самое время ты можешь начать осознавать всю силу своего намерения, всю силу своего желания. Ты понимаешь, что для того, чтобы научиться осознанным сном, необходимо спать хотя бы восемь часов в сутки, чтобы мозг получал возможность создавать сновидение. Помни, ты можешь управлять своими сновидениями. Каждую ночь перед тем, как заснуть, ты представляешь, что спишь и видишь сон. И в то время, как ты видишь этот сон, ты полностью осознаешь, что спишь. Да. А это значит, что в своем сновидении ты можешь воплотить все свои самые невероятные фантазии. Помни, что во сне законы физики не существуют, так же, как и законы социума. И по мере того, как ты начинаешь засыпать, ты направляешь свое внимание на мысль о том, что скоро тело перестанет тебя ограничивать. Перейдя в состояние сна, ты сможешь свободно парить. Переместив свое сознание в другое пространство, другое измерение, может быть, напоминающее ту комнату, в которой ты засыпаешь. И, возможно, ты сможешь увидеть свое тело как бы со стороны, лежащее и спящее в твоей постели. Ты позволяешь себе спать и видеть сон, и активно участвовать в этом сне, направляя ход сновидения так, как тебе хочется. Ты можешь изменять ход своего собственного сновидения, ведь это твое сновидение, и оно рождается в твоей голове. Все, что ты видишь в своем сновидении, это мир, который ты создаешь самостоятельно, в котором ты являешься создателем, творцом. И именно поэтому с каждым днем ты замечаешь, что у тебя все лучше и лучше получается активно участвовать в своих снах, изменяя их и направляя их ход по своему желанию. Перед тем, как ты откроешь глаза утром, пока ты находишься в этом расслабленном состоянии между сном и бодрствованием, ты размышляешь о тех снах, которые были у тебя этой ночью. И ты понимаешь, что все больше и больше осознаешь, что спишь и видишь сон. А когда после сна открываются глаза, тебе может захотеться записать свои сны и начать вести журнал сновидений. И ты можешь даже удивиться, насколько это интересно и увлекательно. Как много нового и полезного о себе и своем внутреннем мире ты можешь узнать из этих записей. И перечитывая дневник сновидений, ты все лучше и лучше узнаешь мир своих сновидений. Поэтому в следующий раз, когда ты заснешь и будешь видеть сон, ты сразу же сможешь понять, что это сон, в котором можно менять все. И можно направлять ход событий по собственному желанию. Ты относишься к своим снам терпеливо и спокойно. Ты обнаруживаешь, что обладаешь способностью полностью осознавать себя в своих снах. Возможно, сначала это длится всего несколько минут. И твои навыки улучшаются каждую ночь. С каждым разом твои осознанные сновидения становятся все длиннее. Представь, что каждый раз после нашего сеанса ты можешь оставаться в осознанном сне еще на минуту дольше, чем в прошлый раз. Да, именно так. Ты полностью осознаешь, что спишь и видишь сон. И ты позволяешь тебе наслаждаться своими снами. По мере того, как ты все лучше и лучше развиваешь свою способность к осознанным сновидениям, становится все легче и легче управлять ею. Вместе со способностью иметь осознанные сновидения приходит способность управлять тем, что происходит в твоих снах. Ты осознаешь, что у каждого сна есть какая-то цель. Ты наслаждаешься способностью управлять своими снами, которые тебе снятся все чаще. В своих снах ты отправляешься в путешествия в такие места, где тебе еще никогда не приходилось бывать раньше. Ты учишься управлять людьми, которые появляются в твоих сновидениях. Ты можешь увидеть в своем сне все то, что тебе хочется. У тебя есть удивительная способность расслабляться во время снах. И в то же время полностью управлять происходящим в сновидении. Да, хорошо. Ты управляешь своими снами. Ты обнаруживаешь у себя способность легко и естественно слушать. И ты можешь даже удивиться этой своей новой способностью. Сейчас представь себе, как ты засыпаешь ночью. Сейчас. Ты напоминаешь себе, что можешь управлять своим сновидением. И по мере того, как ты делаешь это каждый вечер перед сном, эта способность становится все лучше и лучше. Для этого, засыпая, ты считаешь от 50 до 1 и говоришь про себя. Я сплю. Я сплю. 49. Я сплю. 48. Я сплю. 47. Я сплю. 49. Продолжай самостоятельно отсчитывать числа в обратном порядке. Таким образом до 1. И можно уже не обращать внимания на то, что говорит мой голос. А когда ты скажешь про себя «один», «я сплю», Своим внутренним взором ты сможешь увидеть, как ты крепко спишь, и тебе снится прекрасный сон, и внутри сна ты понимаешь, что спишь. Иногда осознанные сновидения кажутся такими реальными, что бывает нелегко отличить их от реальной жизни. И можно проверить, спишь ты или не спишь, задать себе вопрос, сплю я или нет, оглянуться вокруг. Где-нибудь поблизости ты сможешь увидеть книгу или газету или какой-то другой текст, напечатанный на странице. Прочитай первое предложение этого текста, потом отведи глаза в сторону, посмотри по сторонам, посмотри на свои руки. Пересчитай, сколько пальцев на руках. И снова прочти то же самое предложение. Если это предложение изменилось, то абсолютно точно ты спишь и видишь осознанное сновидение. А это значит, что именно ты создаешь все, что происходит в этом сновидении. И можно отправиться в то путешествие, куда увлекает тебя этот сон. Ты полностью открываешься этим очаровательным ощущением. И ты позволяешь своему сну уносить тебя туда, куда он тебя увлекает. Этот сон многоцветный, и он содержит различные символы. Твои осознанные сны очень яркие и живые. Все вокруг, кристально, ясно, пока ты спишь. И можно посмотреть вокруг. И глаза могут разглядеть каждую деталь, которая появляется в очень ярких красках. И можно наслаждаться, рассматривая эти живые яркие краски. Можно наслаждаться, слушая все звуки, которые возникают в осознанном сне. Ты позволяешь своим ушам слышать все больше звуков. И уши могут слышать все звуки этого сновидения. От самых громких до очень тихих, практически неразличимых звуков. И пока ты спишь, ты чувствуешь себя спокойно и расслабленно, наслаждаясь каждой деталью сновидения. Ты ощущаешь себя расслабленно и находишься в состоянии покоя, пока ты спишь. Ты позволяешь сновидению увлечь себя. Или можно управлять своим сновидением. Выбор за тобой. По мере того, как ты отправляешься в увлекательное путешествие, ты выбираешь в себя все, что видят глаза. Ты выбираешь в себя все запахи, звуки, чувства, которые открывают тебе этот сон. И все это дает такое покой, расслабление и такое удовольствие. Хорошо. Теперь представь, что сейчас утро, и ты находишься в этом расслабленном состоянии между сном и бодрствованием. Твои глаза все еще закрыты, и ты прокручиваешь свое осознанное сновидение в своей памяти. Вспоминаешь все детали. Кто был в этом сне? Что происходило в этом сне? Что видели твои глаза? Что слышали твои уши? Какие запахи ощущались? И когда твои глаза открываются после сна, ты все еще помнишь. Ты понимаешь, что у тебя было осознанное сновидение. Ты можешь заснуть и испытывать все то, что предлагает тебе твое осознанное сновидение. Ты осознаешь, что спишь, и это доставляет тебе удовольствие. Ты улучшаешь свои навыки управления всем тем, что происходит в твоем сне. И от этого ты чувствуешь себя прекрасно. Твои сны доставляют тебе удовольствие, потому что ты знаешь, что каждую ночь ты будешь видеть сон, о чем сначала может потребоваться какое-то время для того, чтобы научиться осознанным сновидениям. Но ты знаешь, способность управлять своими сновидениями будет развиваться и становиться все лучше. Ты можешь управлять своими сновидениями. Тебя есть синий. Помни, что законы реальности не действуют в твоем сне. Твой разум полностью контролирует твои сны. Да, это так. И ты осознаешь, что твоя способность к осознанным сновидениям дает тебе очень многое. Ты можешь очень многое. Твой разум может такие вещи, о которых тебе даже не приходилось догадываться. И это прекрасно. И ты продолжаешь свое путешествие в страну сновидений, представляя, как ты расслабляешься, засыпаешь и видишь сон, пока не наступает полное расслабление и хороший крепкий сон. Да, и с утра, когда ты проснешься, ты полностью вернешься в состояние бодрствования и будешь чувствовать себя хорошо и бодро, ощущая прилив энергии и сил, как после хорошего двухнедельного отдыха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok